«Боевики Исламского государства прикрывались мирными жителями в иракском городе Эль-Фалуджи во время наступления правительственных войск. В качестве живого щита они использовали несколько сотен семей. Кроме того, в ходе военной операции погибли жители города. Об этом сообщил пресс-секретарь управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев». «У ВКБ ООН получило сообщение о жертвах среди гражданского населения Фалуджи. Они погибли 28 мая во время сильного артиллерийского обстрела, в их числе семья из семерых человек. Также известно, что боевики ИГИЛ в центре Фалуджи используют несколько сотен семей в качестве живых щитов». Операция по освобождению Эль-Фалуджи от террористов началась 23 мая. Правительственная армия при поддержке ополченцев постепенно окружала город, но откладывала штурм. Войска давали время мирному населению покинуть город. На прошлой неделе уйти из него смогли 3700 человек. В понедельник утром военные начали штурм. При этом боевики исламского государства оказали яростное сопротивление и отразили атаку иракской армии в южном районе города. В настоящее время правительственные войска помогают гражданским выехать из Эль-Фалуджи. «Иракские силы помогают перевозить семьи, бегущие из города. Они также открыли горячую линию для информирования людей, желающих уехать». Иракские военные удерживают около 500 мужчин и мальчиков. Их проверят службы безопасности и лишь после этого выпустят из города. «Эль-Фалуджи» находится в 50 километрах от Багдада. Это второй по величине город в Ираке после Масула, попавший под контроль исламского государства. Его захватили в 2014 году.